Благосостояние населения растет, а пополнение бюджета оставляет желать лучшего. Об этом сегодня говорили на расширенном совещании в мэрии. Безработица снижается, пенсии и зарплаты повышаются. В строительстве сферы услуг и продаж экономический подъем. Однако при этом собираемость стратегически важных для города налогов уменьшается. А планы в градообразующих отраслях не выполняются. Снизился объем транспортных услуг. Индекс промышленного производства составил 92,8%. Допущено отставание в производстве транспортных средств и оборудования, пищевых продуктов, прочих неметаллических минеральных продуктов. К сожалению, в последнее время мы столкнулись с тенденцией замедления темпов роста налоговых поступлений, в том числе и по налогу на доходы физических лиц, главному доходному источнику бюджета города. Что не могло не сказаться на исполнении плана городского бюджета. Лилия Гатина также напомнила, что просрочки по налогам приводят к росту сумм выплат и ограничению должника в перемещении по стране из-за ее пределы. Далее к трибуне вышел мэр. Вместо ожидаемой критики собравшиеся услышали призыв уважать и любить свой город. Нужно не только платить налоги, но и самим участвовать в социальных проектах, активно предлагать идеи по улучшению жизни. Особое внимание мэр уделил фактам вандализма и загрязнения города мусором. С такими масштабами бюджет просто не справляется. И мы не можем сегодня выделить дополнительные деньги для того, чтобы убрать. С одной стороны, я полностью воспринимаю бизнес или определенных челнинцев, которые говорят, мы оплачиваем налоги, будьте добры, в рамках этого и убирайте, и работайте. И вот поэтому, конечно, очень важна роль наших челнинцев. И когда бюджет города получает финансирование и начинаем развивать, и видим такое, после которого уже тоже начинаешь задумываться, а для кого мы это делаем.